Для Максима Зубкова, аспиранта Калифорнийского университета в Беркли, война в Украине стала настоящим шоком. Вместе с украинской общиной Сан-Франциско он участвовал в антивоенных акциях каждый день. Но этого казалось ему мало, и Максим начал собирать деньги, чтобы помочь напрямую пострадавшим от войны. Да, я решил просто взять, попросить своих друзей в округе, скинуть мне деньги. Я связался со своим братом в Украине, связался со своими друзьями. Просто послал им деньги и сказал, найдите там людей, которым вы можете помочь, которым вы можете пойти в магазин, купить то, что они просят вас, и принести им это. Так Максим вместе с друзьями организовал благотворительный фонд. Мы уже собрали где-то минимум 100 тысяч долларов. Меня мотивировала эта поддержка людей напрямую. Семей, особенно где одинокая мама, у нее очень много детей, беженцы, которые переехали из горячих зон. На данный момент мы уже помогли минимум 5 тысяч человек. А с точки зрения поддержки мы поддержали таким способом минимум 600 семей. Наша задача взять эти комьюнити, то, что мы сделали, и пройти с ними через войну и даже после войны им помогать. Вот такие продуктовые коробки, собранные на пожертвованные калифорнийцами средства, волонтеры развозят по всей Украине. На свой страх и риск волонтеры пробираются в самые опасные зоны. Они доставляют не только еду, но и бронежилеты, медикаменты. Примерно вот так проходит день обычного волонтера. Максим Зубков каждый день получает из Украины видео, где дети и взрослые благодарят его фонд за помощь. Спасибо нашим волонтерам за то, что помогают нашим самым маленьким пациентам в реанимации новорожденных в областной детско-клинической больнице номер отдела города Харькова. Спасибо за перевязочный материал, который мы можем эффективно оказывать деткам помощь. Вся семья Максима в Украине после очередного просмотра видеоотчетов. Он понял, что больше находиться вдали от родных не может. И очередную партию гуманитарной помощи Максим решил доставить лично. Взяв академический отпуск в университете, он улетел в Украину. Одна из первых задач, что я буду в Украине, это расширить сеть волонтеров. Это привлечь больше инвестиций под тем программам, то, что мы работаем. Показать американцам, что можно аккумулировать их ресурсы очень эффективно. Те 600 семей, что у нас есть, увеличить их 10 раз. Максим планирует снимать документальные фильмы о событиях в Украине, чтобы люди помнили, что война продолжается. Зима скоро будет в Украине. И мы не знаем, что будет происходить тогда. И одна из вещей, что мы делаем, мы пытаемся сохранять 10% от наших донейшн, мы специально сохраняем на зиму. Последние, скажем, 2-3 месяца люди эмоционально выгорают. Что волонтеров становится меньше, донатов становится меньше. К сожалению, война еще не закончилась.